7 мая день радио профессиональный праздник всех работников отраслей связи в России. В этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества физик Александр Попов выступил с докладом и продемонстрировал созданный им радиоприемник, первый в мире. Тогда же был осуществлен первый сеанс радиосвязи. А сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Александр Матрёнин. Он расскажет о сюрпризе, который сделали в день радио наши коллеги, ведущие радиостанции МСМ. Александр, тебе слово. Здравствуй, Павел. Что-то невообразимое творится на первом этаже в холле торгового центра «Модный квартал». Здесь начала свою работу открытая студия всеми любимого радио МСМ. Вы можете увидеть, как за стеклом ведущий в прямой эфир посылает новости сейчас двухчасовые. Вокруг столпилось очень много людей. Поклонники МСМ, не поклонники, просто посетители торгового центра. Всех очень заинтересовала вот эта открытая студия, потому что люди хотят не только слушать, но и видеть своих любимых ведущих. И о том, кому пришло в голову вот эта идея сделать открытую студию на виду всех, я хочу узнать у программного директора радио МСМ Ивана Вельчинского. Иван, пожалуйста. На самом деле, знаешь, достаточно давно витала в воздухе эта идея, да потому что уже воплощали эту идею и в Америке, и в Англии, и даже в Москве, а в Иркутске пока никто не делал этого. И исходя из того количества звонков, желаний наших слушателей, мы поняли, что людям крайне интересно посмотреть, как же устроено радио изнутри. То есть им очень интересно, как сидит ведущий, нажимает кнопки, как это приходят гости, как выходит прогноз погоды, что это, как устроено радио изнутри. Поэтому мы работали над проектом почти полгода, и мы решили запустить его в самой многолюдной, скажем так, точке нашего города. На момент нам показалось, что модный квартал идеально подходит для этого. И на протяжении трех месяцев, начиная с сегодняшнего дня, а день сегодняшний выбран не случайно, мы стартуем сегодня, 7 мая, потому что сегодня день радио. Сегодня Попов впервые подал свой сигнал, и поэтому, знаешь, мы празднуем свой профессиональный праздник 7 мая. И именно с сегодняшнего дня на протяжении трех месяцев мы будем вещать отсюда в открытой студии абсолютно все. Утреннее шоу, дневные эфиры, вечернее шоу, новости. Все, что выходило из нашей студии закрытой, теперь выходит из открытой студии, которая за стеклом. Каждый может прийти, встать из стекла, помахать своим ведущим рукой, увидеть, как это происходит на самом деле. И, знаешь, нам крайне приятно, мы сегодня первый раз вещаем в открытой студии, что столько желающих, интересующихся людей пришло посмотреть, поглазеть, приносят даже подарки, что не может не радовать. В общем, мы рады, что в наш профессиональный праздник все у нас получилось. Ну, я хочу присоединиться к поздравлениям с профессиональным праздником вас, Иван. Спасибо. Успехов вам в вашей открытой студии. Ну, еще по секрету скажу, что радио МСМ в честь своего открытия и в честь Дня Радио угощает всех вкусными тортиками и вкусными морсиками. Павел, тебе слово. Александр, спасибо. Всех ведущих радио МСМ поздравляю с этим праздником. Напомню, это был наш корреспондент Александр Матрёнин. Сегодня в прямом эфире мы поздравляем с Днем Радио всех, кто к этому празднику имеет прямое. Или костные отношения. С Днем Радио. Другими новостям. Столица соседней Бурятии сегодня осталась без света. Электричество отключили утром сразу во всех трех районах Улан-Удэ. Без света город жил около 40 минут. Причиной происшествия мог стать сбой в работе одной из теплоцентрали города. В энергетической компании заявили, что произошло технологическое нарушение. Все нажитое непосильным трудом. Чиновников, которые ушли со службы, могут обязать отчитываться о доходах. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Архангельского областного собрания. Согласно нововведению, бывшие чиновники должны будут декларировать свои доходы и расходы в течение трех лет после ухода с госслужбы. В том числе и предоставлять сведения о материальном состоянии супругов и совершеннолетних детей. В список ценностей, за которые нужно будет отчитываться, входит недвижимость, транспорт, ценные бумаги и денежные средства, в том числе и иностранная валюта. Документ будет внесен в Госдуму до конца мая. По следам тимуровцев. Таблички с надписью «В этом доме живет ветеран Великой Отечественной войны» стали устанавливать в частном секторе Уссули-Сибирского. Патриотическую акцию проводят бойцы местного поискового отряда. Это знак уважения к ветеранам, способ привлечь внимание прохожих и напомнить, что рядом живут фронтовые герои Великой Победы. Организаторы акции до 9 мая собираются установить такие таблички на 10 Уссульских улицах. На этом у нас пока все. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту. Ее адрес вы видите сейчас на своих экранах. Или звоните нам по телефону 33 13 28. Мы увидимся с вами в 15 часов.